Музыка Всем привет, меня зовут Маша и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будут книжные покупки за сентябрь и октябрь. Если вы заметили, что в сентябре, я думаю, все заметили, что в сентябре не было покупок. Поэтому, да, давайте я вам сегодня расскажу про покупки сентября и октября. Вообще, я себе дала слово, что я не буду покупать книги на протяжении сентября и октября. И потом уже, когда поеду на каникулах в другой город, я уже себе куплю книг, сколько мне надо. Но, тем не менее, за эти два месяца я купила 11 книг. И сейчас вы все сами увидите и поймете. В сентябре я держала свое слово. Я купила всего две книги. Это были книги по школьной литературе. То есть у меня не было выбора, мне просто нужны были эти книги. И это были «Фанвизио Недроссель» и «Радище в путешествии из Петербурга в Москву». В таком одинаковом оформлении. Я не очень хотела покупать именно в этом оформлении. Мне не повезло, другого не было. Но ничего против него не имею. Такое... Ничего лишнего, знаете. Мне эти книги пригодились. Купила их только для того, чтобы мне действительно они были нужны. Ничего о них сказать толком не могу. Я думаю, все знакомы хотя бы с произведением «Недроссель». Потому что... Ну, это школьная программа. Так же, как и «Путешествия из Петербурга в Москву». Я не буду на них останавливаться, потому что меня эти книги не заинтересовали. И я даже говорить о них не очень хочу. Что касается покупок «Октября», то все покупки были обдуманными. И действительно, я в них нуждалась. Кроме, может быть, парочки. Изначально я вам хочу показать то, что я заказывала в буквоеде. Заказала я это еще в сентябре. И вот пришло только в октябре. Эти книги были мне действительно необходимы. И это были три книги. Одной из них является числа «Рэйчел Уорд. Время бежать». И это первая часть. Помните, я вам показывала две книги, которые стоят у меня уже бог знает сколько. И это вторая и третья часть. А это первая часть. Наконец-то ее я нашла. Постоянно натыкалась на книги, только которые идут в сборники. То есть сразу трилогия в одной книге. И нигде не могла ее найти. Букваед меня спас. И я знаю, что в этой трилогии рассказывается о людях, которые видят дату смерти человека. То есть просто цифры. И в общем, больше я ничего-то точного не знаю. Книги и сами по себе маленькие. И я думаю, будут читаться быстро. В общем, посмотрим и все узнаем. И я наконец-то рада, что я наконец-то добралась до этой первой части. Потому что, ну, нигде ее не было. Вторая книга. Я переживала, что ее нигде не найду. Тем более, что у меня есть первая и вторая часть. В общем, это Киракас, Принц и Гвардеец. Я уже прочитала две первых части. Это не является третьей частью. Это является как дополнением. Она такая тоненькая. Я уже жду, не дождусь, когда я куплю третью. Я знаю, что эта книга доступна в свободной продаже. Но я ее нигде не могла найти. Тем более, эти книги. Отбор. Вы их на виду не видите. Я хотела поскоро взяться за них прочитать. И решила, что без этой книги. Ну, как читать по частям? Это как-то мне интересно. И в общем, вот, я купила эту книгу. Я думаю, все знают. Про крайний мир, очень многие знают. Отбор. Вот, дополнение. Сразу скажу, мне не очень понравилось дополнение. Ну, все потом в подробностях расскажу чуть позже. И третья книга, которую я заказала в Буквоеде. Который я ждала, наверное, больше, чем все остальные книги. Это был Аллен Брэдли. Сорняк, обвивший сумку палача. Вы знаете, что я поставила себе такой принцип. Не знаю, как назвать. Что пока я не соберу все книги, я не начну читать. Не читаю последний. И поставила себе такое условие. Такое потому, что в этом оформлении книги больше не издают. Издают в новом оформлении. И я нигде не могла найти эту книгу. Буквоед, опять же, меня спас. Везде есть только в мягкой обложке. И вот я нашла в твердой обложке. Вы не представляете, сколько у меня было радости, когда я ее нашла. Я думаю, что все знают Флаффи, все знают ее приключения. И я еще не читала даже первую часть. Но я думала, что скоро я начну. Потому что недавно, так как мне пришла эта книга, я решила докупить оставшиеся, которые все это время были у нас в книжном магазине. Книги Алана Брэдли. О, я от призраков больна. И я вещаю из гробницы. То есть теперь у меня есть все книги, кроме новой. Ее я решила не покупать, потому что раз она есть в свободной продаже, смысл бы за ней гнаться сейчас. Вы не представляете, как они смотрятся все на полке в этом оформлении. Новое оформление, честно говоря, мне нравится немножко меньше. Я ничего против него не имею, но оно нравится мне немножко меньше. И здесь, наверное, привлекает внимание больше вот эта вот расписанность, расписание, как это называется. То, что они в таких... Я не знаю, как это называется. Ну, а может вообще они видятся чисто черными. В таких переливах, в абажурах. Блин, я не знаю такого слова. И наконец-то у меня есть эти книги. Если я не ошибаюсь, то это четвертая и это пятая часть. И еще две стрельки по полке. Да, я перестану ими любоваться и начну их читать. Еще одной обдуманной покупкой была книга Достоевского. Вообще называется «Петербургские сновидения» в оформлении классика в кармане, как я понимаю. Но я ее купила только из-за того, что здесь содержится произведение Достоевского «Белые ночи». У меня оно было в наличии, точнее оно было в наличии у родителей, в другом, в стареньком, подробанном оформлении. Но оформление было не важно. Суть в том, что это была книга родителей. Я решила, что у меня будет своя. Мне так будет намного проще и уютнее. Тем более, что «Белые ночи» я просто обожаю. Это одно из моих любимых произведений. И поэтому я решила купить. И вот Достоевский теперь у меня будет стоять. То есть эта покупка тоже была обдуманная. И сама книга очень тоненькая. Тут также содержится еще, собственно, «Белые ночи», «Петербургские сновидения» и «Крокодил». Вы знаете, сейчас, когда она появилась в новом оформлении, охота ее перечитать. Я думаю, что, опять же, все знают Достоевского, его произведения «Белые ночи». Он несчастный, невзаимной любви. Да, бывает так. Следующие три книги были уже менее обдуманными. А точнее сказать, одна из них была еще более-менее обдуманная. Я упоминала ее в одном из прошлых видео. Это Нил Гейман «Но молоко к счастью». Если бы вы видели это оформление вживую. Я не знаю, как это сейчас передает камера. Видите, как она блестит? И, вы знаете, я уже прочитала эту книгу, и мне кажется, что даже из-за оформления я бы завысила ей оценку. И мне кажется, что, в принципе, так и есть. Хотя, знаете, сама история, она, конечно, тоже очень потрясающая. Если так можно сказать. Очень потрясающая. Она просто везхотительна. Нил Гейман, конечно, сказочник. Я не перестаю это повторять. И так как я все-таки прочитала у него, сколько, три книжки маленькие, я решила, что пора переходить к более большим его произведениям. И купила книгу «История с кладбищем». Такого оформления. Это уже была необдуманная покупка. Но мне хотелось ее купить. Все-таки это Нил Гейман. Почему нет? И я еще не начинала читать. Блин, она совсем новая. Она даже хрустит. Ах, какой страшный звук. Обязательно буду с ним знакомиться. Все хвалят это произведение. Хочу его тоже похвалить. Надеюсь, что все-таки я его похвалю. Были люди, которые мне писали то, что я совершенно ничего не рассказываю о книгах. Знаете, я практически о них ничего и не знаю. Я для того их покупаю, что я знаю примерный их смысл. И хочу просто узнать все это с канальем. Потому что я жутко боюсь спойлеров. Поэтому вот такая вот книжулька. В отличном оформлении. Нил Гейман. Поэтому я буду читать. И я ничего о ней не знаю. История с кладбищем. Там вроде про какой-то мальчика и про кладбище. Он жил вроде на кладбище. Не буду врать. Вот серьезно, я боюсь врать. Не хочу читать аннотацию. Просто не хочу. Поэтому вот. И последнюю книгу я давно хотела. Но я боялась ее покупать. Это была книга Элизабет Гаскелл Крэнфорд. Почему я боялась покупать эту книгу? Потому что, ну, я не боюсь, что я до нее не доросла. Я просто боюсь. Я не знаю, чего я боюсь. Насколько я знаю, в этой книге рассказывается о городе, где живут женщины. И они презирают мужчин. Не понимают вообще, зачем они нафиг нужны. Но я могу ошибаться. Ну, насколько я помню, именно так говорится в этой книге. Тем более, эта книга была на скидках. То есть, у нас завышают цены не по-божески. Если у нас она стоит 200 рублей, сейчас я купила запечатку. Грех не купить, что. И я давно хотела ее прочитать. Вообще, хотела давно уже знакомиться и с Элизабет Гаскелл, и с Джейн Остин. Поэтому я очень рада, что я наконец-то приобрела эту книжку. И да, это были все мои книжные покупки за... Ну, вообще, октябрь и две книги за сентябрь. И напишите в комментариях, что вы купили в этом месяце. И да, я думаю, что на сегодня это все. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok